здравствуйте друзья в эфире очередной выпуск новостей мира недвижимости от приан сегодня будем говорить в основном об испании много всего интересного можно рассказать об этой замечательной стране и вопросов поступает множество как переехать как получить внж и прочее и прочее и так испания данные из разных источников рост цен на недвижимость за прошлый год 49 процентов последние месяцы динамика была меньшей и цены приближаются к максимум 2007 года но пока их не достигли прогнозы на двадцать третий год небольшое символическое удорожание при снижении числа сделок причины как и везде в европе увеличение процентных ставок вот статистику по сделкам с иностранцами с точностью до единицы я пока не видел но есть цифры от банка биби вей число сделок с участием россиян и украинцев практически одинаково в общем объеме число это невелико по сравнению например с англичанами или немцами математический расчет показывает примерно что в прошлом году граждане россии купили в испании более двух тысяч объектов ключевой вопрос особенно актуальны именно для россияна как вообще в нынешних условиях совершаются эти сделки особенно если у покупателей нет европейского внж слово эксперту первый шаг это получить визу туристическую обычную визу который сейчас выдается на три месяца этих трех месяцев достаточно чтобы прилететь в испанию лично прийти в банк открыть счет выбрать недвижимость счет открывается целевой под покупку недвижимости это очень важный момент необходимо подчеркиваю предоставить документы подтверждающие легальность денежных средств и уплату налогов на территории российской федерации имеет смысл оставить доверенность на юриста на подписание сделки сам процесс открытия счета в испанском банке сейчас не тривиален во первых не все банки в принципе готовы работать с гражданами россии во вторых на счету у россиянина единомоментно может быть не более ста тысяч евро с недавнего времени счет открывается в два этапа первый этап это присутствие клиентов в банке с документами подтверждающие легальность происхождения денежных средств а второй этап оффлайн когда клиенту уже дают доступ к банк клиенту и фактически в этот же день можно переводить денежные средства с вашего счета на территории российской федерации не забывая про ограничение в сто тысяч как правило застройщики идут навстречу и эти платежи как я уже говорила дробим мы по сто тысяч евро то есть в основном есть смысл присмотреться к объектам которые будут сдаваться через шесть восемь месяцев эти объекты будут интересны как для инвестиций так и для переезда в испанию раз уж мы говорим о переезде этот вопрос также волнует многих в любом случае получить визу позволяющую находиться в испании продолжительное время проще уже въехав в страну а въехать россияне могут по туристической визе получить ее можно в москве или в санкт-петербурге затем например можно подаваться на визу студенческую и пусть слова студенческая вас не смущает получить ее может даже очень пожилой человек на нее поддаваться можно и в россии в испании но вероятность отказа во втором случае будет меньше естественно заявитель должен подтвердить сам факт будущего обучения показать сумму на счету достаточную для проживания в стране а также документ о месте проживания в испании важно понимать одно что когда вы прилетаете у вас виза на три месяца фактически в первые две недели необходимо податься на студенческую визу то есть заранее подготовиться документально привести необходимые документы например справку о несудимости с апостелем выбрать курсы где вы будете например изучать язык это должны быть курс аккредитованные университетом сервантоса или это могут быть любые курсы повышения квалификации и прямо с территории королевства испании податься на студенческую визу важно что как только вы подаете на студенческую визу уже с этого момента несмотря на то что сейчас рассматривают долго вы легально живете на территории королевства испании еще одна относительно новая возможность про которую до конца известно сейчас даже далеко не все виза цифрового кочевника в испании изначально должна выдаваться на один год но при подаче заявления непосредственно в испании можно претендовать сразу на трехлетний вид на жительство миграционные юристы уже подают заявки по этой программе но поскольку стартовала она только в этом году точные данные по первым одобрения должны появиться вот-вот программа во многом напоминает например уже хорошо известную полтора года работающую греческую каковы ее базовые условия очень важно показать трудовой контракт или письмо от вашей компании в котором компания подтверждает что вы работаете удаленно и компания не против что вы будете работать удаленно с территории именно испании что касается опыта работы опыт работы должен быть более трех лет если опыта работы нет то апостелированный диплом совпадающий с видом деятельности вашей компании то есть вы работаете строго по специальности очень важно компания должна находиться строго за пределами испании и вести деятельность от одного года уверен в ближайших программах мы обязательно еще вернемся к этой теме поскольку повторюсь программа для цифровых кочевников испании только набирает обороты и в заключение несколько слов про недвижимость в объединенных арабских эмиратах спрос на нее вырос число сделано в двадцать втором году увеличилось на 62 процента общий объем продаж рекордный за всю историю более 72 миллиардов евро и здесь надо сделать оговорку эти цифры относятся к недвижимости дубая но очень часто между страной и ее крупнейшим эмиратом ставят знак равенства в общем это не совсем правильно ведь всего эмиратов в стране как известно 7 как минимум три из них более менее активно позиционирует себя и на рынке зарубежной недвижимости это во-первых абу-даби эмират где находится одноименная столица страны во вторых самый северный эмират рассельхайма с потрясающими туристическими перспективами во многом благодаря своему мягкому климату и наконец упомяну эмират шаджа про него обычно знают только то что здесь действует очень суровый сухой закон но в реальности все эти эмираты в чем-то могут стать альтернативой известному дубаю цены здесь в целом ниже и может быть даже существеннее условия сделки тоже несколько отличаются понятно что некоторые преимущества дубая мощного мирового центра перекрыть трудно но все равно возможно вашим целям будут удовлетворять другие регионы страны что они собой представляют об этом мы поговорим на вебинаре приан с экспертами компании just prime home состоится вебинар в четверг 16 февраля участие бесплатная все необходимые ссылки в описании к этому сюжету ждем встречи ставьте лайки подписывайтесь на наш канал увидимся через неделю